Знаете, вот люди полагают, что проблема заключается в какой-то определённой партии, но проблема в самой системе, потому что Аллах благословен, Он и возвышен, говорит. Точнее, посланник Аллаха в одном хадисе говорит, если какой-то народ отворачивается от законов Аллаха, то Аллах сталкивает их друг с другом и отправляет против них внешнего врага. И если мы посмотрим на Ближний Восток, то там постоянно кровь, война и беспорядок, и главная причина этому является отворачивание от религии. И наш Господь говорит Суре Аров, следуйте за тем, что не спослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками помимо Него. Как же мало вы поминаете назидание, если посмотришь на положение людей сегодня, они словно как иудеи и христиане, закинули книгу Аллаха за спину, создали свои законы Конституции и следуют им. И разве такой народ Аллах Аззаваджаль наставит на прямой путь? И разве он им дарует порядок, покой и счастье? Нет, конечно же, покой и безопасность только в Исламе. Литературное значение Ислама — это безопасность. И сегодня люди причисляют себя к Исламу, но делают всё, что противоречит ей. И Аллах Аззаваджаль говорит, «Власть принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него». Такова правая вера, но большинство людей не знают этого. Но что подразумевают сегодня люди под словом поклонения? Они думают, что это только намаз и пост. Однако основа поклонения — это подчинение. И наш Господь повелел, только Ему мы должны подчиняться. Но что такое религия? Люди думают, что это только пост, намаз и закат. Они на этом мнении. Однако религия — это конституция, закон и идеология. Наш Господь повелел, Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй. Он над всякой вещью властен. Власть над небесами и землёй, то есть правление, принадлежит только Аллаху. А что же делают люди? В своих парламентах написали большими буквами. Власть, безусловно, принадлежит народу. Это абсолютная ложь. Власть, безусловно, принадлежит только Аллаху. О, люди, если вы хотите благополучия как в этом мире, так и в последней жизни, возвращайтесь к неспосланному от Аллаха. Ведь Аллах причист от всяких недостатков. Разве законы Аллаха имеют недостаток? Почему вы не подчиняетесь им? Каждые пять лет голосуете, отдавая это право людям и парламентам. Власть принадлежит только Аллаху. Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что неспослал Аллах, являются неверующими. Что вы понимаете из этого аята? Ясный аят, которые оставили закон Аллаха и подчинились другим законам. Демократии, коммунизму, деизму, атеизму. Аллах, аззаваджаль, называет таких людей неверующими. И мы должны посмотреть на себя, что же мы такого сделали, что Аллах сталкивает нас друг с другом. Приумножает наши проблемы, и выхода не можем найти. Одна партия приходит, проблемы не заканчиваются. Другая приходит, тоже не заканчивается. И клянусь Аллахом, и клянусь Аллахом, который над небесами, даже если придут еще тысячи партий, эти проблемы не закончатся. Потому что главная причина этой проблемы — это отворачивание от книги Аллаха. Вот представьте себе, это ваш дом, ваше имущество, так? Разве кто-то другой, кроме вас, имеет власть над этим? Вы этого не допустите. Если власть над небесами и землей принадлежит только Аллаху, как вы можете в его владении придумывать свои законы? Это пресечение границы дозволенного. Это образование таута. Это заявление о своей божественности. Хоть он признает или нет. Если кто-то говорит, я во власти, я могу принимать и издавать свои решения и свои законы. Или же говорит, это право принадлежит только народу. Он хоть признается или нет, он заявляет о своей божественности. Потому что только Аллах может издавать законы. Мы же можем принимать решения только в тех случаях, которые Аллах нам разрешил. И наше право на этом заканчивается. Сегодня эти бальамы, которые в мечетях усыпили людей, не читают им эти аяты. Турецкое государство не разрешает читать 180 аятов. Почему? Потому что эти аяты трясет их царство. Субтитры создавал DimaTorzok